И в огонь, и на лед пожарный выходят примерно в одном и том же снаряжении. Боевка, валенки, клюшка, краги и каска. И можно смело идти бороться за звание лучшего в турнире по хоккею в валенках. Соревнования приурочены к Дню Защитника Отечества. Канун праздника настоящих мужчин Зареченский пожарный решили провести на спортплощадке. Ребята подошли и попросили, давайте поиграем в хоккей, досуг надо занять. Мы пошли им навстречу и решили устроить этот турнир. В турнире по хоккею в валенках участвовали 8 сборных. По одной от каждой специальной пожарно-спасательной части и команда управления. Среди игроков есть и те, кто в составе команды Заречной Бобры участвует в матчах по хоккею с шайбой. Оказалось, что играть в хоккей в валенках не так-то просто. Нет коньков, уже ни скольжения, ничего нет, бегать приходится, такого резкого торможения нет, пробуксовываешь на этих валенках, скользишь. Очень интересно. И опять же мяч вносит в свои характеристики. Шайба, она не скачет, не прыгает. А по накалу страстей такие домашние матчи ничем не уступают масштабным соревнованиям. Лобот! В финал турнира вышли тяжелые ломы, команда первой пожарной части и седьмой район, представители специальной пожарно-спасательной части номер 7. Играется хорошо, погода отличная, все настроены на победу. Ну, в общем-то, очень много позитива. Аншлаг, полевая кухня, горячий чай, настроение у всех отличное. В этот раз удача была на стороне седьмого района. Итог финального матча 7-5. Серебро турнира досталось команде первой специальной пожарно-спасательной части. На почетном третьем месте сотрудники четвертой части. Ксения Тризна, Сергей Голуб, телерадио, компания «Заречный». Субтитры создавал DimaTorzok